Добрый день, Татьяна, спасибо вам большое. Спасибо за предоставленную возможность. Ну что ж, добрый день, уважаемые участники вебинара. Международный образовательный конкурс «Медиабум» как инструмент для педагога. Ну, еще раз представлюсь. Меня зовут Инна Боровкова, я специалист компании «Мавави» и куратор этого замечательного проекта «Медиабум». В первую очередь хочу еще раз поблагодарить организаторов за предоставленную возможность использования замечательной платформы и донесения до аудитории информации о проекте. Ну и, конечно же, поскольку сегодняшний день, 5 октября, он, это очень такая дата, не дата, а праздник профессиональный для тех, кто сегодня как раз-таки собрался на вебинаре, в первую очередь хочу поздравить вас, уважаемые учителя, с профессиональным праздником и хочу поблагодарить за ваш удивительный труд. Конечно же, он удивительный, потому что учитель вместе с родителем помогает ребенку осознать его настоящий талант, как-то раскрыть индивидуальность, и это, конечно же, очень дорогого стоит. И от лица компании мы вас благодарим за ваш труд и желаем вам никогда не перегорать на работе и во всем находить искру вдохновения. А мы уж вместе с коллегами поддержим вас в любых ваших творческих планах, поможем вам их реализовать, ваши все творческие замыслы с помощью наших программ «Мававиа». Сегодняшнюю встречу я хотела бы построить таким образом, чтобы разделить ее на две части. В первой части я более подробно вас познакомлю с компанией и с проектом, в рамках которого организован конкурс «Медиабум», а во второй части уже расскажу вам непосредственно о «Медиабуме». Ну что ж, поехали. Итак, я сейчас буду переключать слайды. Итак, компания «Мававиа» – это российская компания, родом из Новосибирска, компания уже 17 лет. Это российская IT-компания, которая производит отечественный софт и за время существования уже заняла очень-таки хорошие позиции и имеет международный статус, потому что пользователи наши находятся по всему миру. Что касается непосредственно выхода на рынки, то в большинстве мы представлены в таких странах, как США, Бразилия, Аргентина, Германия, Корея, конечно же, Россия. Но повторюсь, что наши пользователи по всему миру находятся и очень любят наши продукты. В компании трудится около 500 сотрудников. Большая компания, у нас есть несколько офисов тоже по всему миру. И, в общем-то, основной костяк наш в Новосибирске. Что касается наших продуктов, то создана за это время уже 21 программа на 18 языках. И эти программы, конечно же, призваны для эффективной и удобной работы с мультимедиа. Также выпущены три мобильных приложения и создан один онлайн-продукт. Вы все видите это на слайде. И, среди прочего, хотелось бы отметить всеми любимые пакеты эффектов, которые позволяют пользователям делать завершенные красивые видео, создавать такие яркие законченные работы. и предлагаю вам, если вы еще не попробовали, попробовать наш PDF-редактор. Что касается, собственно, самого проекта, «Малавиообразование», который я представляю, который создан в рамках компании в 2017 году, по нашей легенде, но это легенда, правда, когда у нашего генерального директора дети пошли в школу, то у него, конечно, к нему пришла такая мысль замечательная о том, что нужно сделать что-то полезное, доброе для российского образования. И вот в 2017 году такой специальный социальный проект был учрежден и направлен, конечно же, на развитие медиаобразования, в поляризацию медиатворчества среди обучающихся и педагогов. В рамках проекта всем образовательным организациям на безвозмездной основе предоставляется лицензионное программное обеспечение для работы с мультимедиа, а также предоставляются все методические существующие на данный момент наработки. Все это, конечно же, успешно используется участниками нашего проекта в образовательной процессе, а на данный момент участниками уже являясь, вот на конец августа, у меня есть цифра на конец августа 2021 года, в проекции уже 4837 образовательных организаций по всей России. Все программное обеспечение МАВАВИ входит в единый реестр российских программ для ИВМ и подходит абсолютно для целей импортозамещения. Также проект МАВАВИ рекомендован аналитическим центром при правительстве Российской Федерации тоже для использования в образовательных организациях. В общем-то мы свои российские и очень полезные. Как я уже сказала, в рамках проекта... Инна, прошу прощения. У нас какой-то посторонний звук пошел у вас в эфире, треск. Я не знаю, у меня все тихо, извините. Смартфон, смартфон, никакие приложения, ничего там не работает случайно звуком. У меня все закрыто, все абсолютно подготовилось, телефон выключен, звук выключен. Ага, потому что я не знаю, какой-то хороший треск. А в какой момент? Я вот переключаю слайды, может быть, в этот момент? Нет, 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 он прям вот постоянно идет. Ой, коллеги, прошу прощения. Я не знаю, даже не знаю, как... Давайте попробуем сейчас немножко остановиться. Попробуйте перезагрузиться, зайти заново и выдержать ее. А на тесте у нас с вами этого не было, да? Нет, нет, нет. Не понять, что изменилось. Хорошо. Да, идет, идет, ага. Что-то у нас пошло. Давайте попробуем, попробуйте перезагрузиться, просто... А, хорошо. Обновить страницу и попробуем, коллеги, попробуем устранить. Хорошо, хорошо. Хорошо. Да, ну это вот октябрь начался у нас так неожиданно. Всегда какие-то помехи. Что-то происходит с трансляциями, причем у всех. Ага, все, вот сейчас, да. Да, сейчас нормально. Вот бы знать, что случилось, чтобы больше хорошо. Прям как трещотка какая-то идет. Я сначала думала, может быть, какой-то сигнал. Телефон рядом лежит, звонок такой. Все нормально, все, продолжаем, все хорошо. Ладно, я продолжаю. Коллеги, вроде все нормально. Нажмите, пожалуйста, на значок огонек, если все хорошо. По-моему, все нормально. Ага, все, отлично. Значит, дайте знать, если начнут трещать. Если что, да, если... Будем писать в чат. Буду держать себя в руках, не трещать. Хорошо. Ну что ж, я тогда продолжу. Итак, перед вами на слайде видеоредактор Movavi. В рамках проекта, как я уже говорила, созданы два продукта специальных для образования. Это видеоредактор Movavi. И вот возможности видеоредактора сейчас перед вами. Он подходит, безусловно, для обучения в рамках базовых школьных предметов. С помощью него педагоги могут создавать видеоуроки, фильмы о памятных событиях вместе со школьниками. Тут, конечно же, безусловно, можно создавать мультфильмы, музыкальные клипы, инструкции по решению задать, видеоотчеты. То есть многое-многое другое. То, что, мне кажется, ваша фантазия только позволит сделать с этой программой. В 2018 году видеоредактор Movavi получил диплом победителя конкурса «Эд Кранч» в спецноминации «Видеопомощники». А в 2019 году программа уже получила диплом «Эд Кранч» и первой степени номинации «Видео на службе образования». И по итогу экспертами была дана такая рецензия о том, что функционал программы позволяет рекомендовать к использованию в образовательном пространстве его внеурочной деятельности. А теперь мы с вами перейдем к фоторедактору. Фоторедактор – это вторая программа, которая передается в школу безвозмездно. Функционал фоторедактора позволяет делать как базовую коррекцию и глубокую ретушь фотографий, удалять какие-то объекты, менять фон, реставрировать, добавлять эффекты. С помощью фоторедактора педагоги и школьники могут, например, создать школьную газету или, например, делать какие-то промо-материалы, обрабатывать репортажные фото, восстанавливать старые снимки, создавать стикеры для соцсетей. Что касается реставрации старых снимков, хотела бы обратить ваше внимание на то, что у Мовави есть такая специальная акция, которая проходит ежегодно в Дню Победы. Мы помогаем как раз-таки реставрировать старые архивные фотографии семейные, и очень большое количество поступает от таких обращений, я даже боюсь назвать, в скольких тысячах исчисляется, и мои коллеги прямо работают 24 часа в сутки в это время. Что касается того, как используют наши программы, в принципе, уже выше обо всем этом сказала, но если делить это на категории то, что можно делать, то, соответственно, школьники и начальной школы могут, например, делать с воспитательными педагогами мультфильмы, могут создавать, опять же, повторюсь, слайд-шоу, коллажи. То есть это доступно, и тут тоже от вашей фантазии того, как выстроить работу с участниками проекта, конечно же, ребята-то на сценарии могут писать, и порог входа практически нулевой в программу, поэтому вот это все очень и очень доступно. Единственный момент – это только, конечно же, работа с гаджетами, больше ничем не ограничена. Что касается школьников средней и старшей школы, то можно монтировать видеоролики для пресс-центра, например, для какого-то медиа-студии, конечно же, участвовать в конкурсах с помощью наших программ, создавать проекты, создавать ролики, социальные ролики, даже кино можно создать с помощью наших редакторов. В общем, за проектную деятельность, по направлению медиа-творчества вы точно можете быть спокойны. Мы, ваша фантазия, плюс наши специалисты, вам, конечно же, помогут освоить эти простые медиа-инструменты и их успешно использовать в процессе. Учителя, конечно, могут создавать видеоуроки, интерактивные уроки, видеоинструкции, в общем-то, видеоконтент по любым предметам. То есть это не только для каких-то специалистов, которые непосредственно проектной деятельностью заданы, так любому абсолютно педагогу. И, как сейчас показала реальность, что касается дистанционного образования, то любому педагогу-предметнику это все, эти все навыки пригодились, а наши программы, безусловно, помогут реализовать ваши замыслы в образовательном процессе и других направлениях. Ну и, конечно, можно сказать и про классных руководителей, которые могут использовать программы для, например, фото-видеоотчетов по итогам каких-то прошедших мероприятий. Знаю точно, что, например, сегодня в Днем Учителя очень много наших педагогов монтировали ролики поздравительные, в общем-то, и дети, конечно, тоже. То есть функционал широкий, возможностей очень-очень много. Что, ну, так, подытожить, можно сказать, как итог уже я подхожу к завершению, да, первые части знакомства с компанией. В первую очередь, образовательные организации получают рекомендованное лицензионное программное обеспечение на русском языке, очень доступное, интуитивно понятное методическую базу. У нас постоянно обновляется методическая база. У нас есть уже готовый учебник, который мы передаем вместе с ключами активации и все методические наработки. Также можно передать по запросу, например, какую-то программу, рассчитанную на год. Об этом я скажу чуть позже. Итак, вы все плюсы видите, в общем-то, на слайде, но они гораздо шире, потому что мы постоянно что-то обновляем, придумываем, постоянно у нас проходит обучение, работать с программами в формате вебинаров. Также выездные мероприятия, например, мои коллеги сегодня к десантам высадились в Москве, можно сказать, будут проводить обучение по запросу от наших партнеров, наших участников проекта. И как это все реализовать, да, как вам получить, если вы захотите получить нашу программу, это тут краткая такая инструкция, но, конечно же, на заключительном слайде будет продублирована контактная информация. Вы можете подать заявку на сайте проекта МВА-авиообразования, указать необходимое количество программ, которые вам нужно установить, то есть тут тоже безграничные возможности практически. Соответственно, мы вам в ответ направим договор, этот договор вы распечатываете, подписываете, сканируете и направляете нам в ответ. И, собственно, буквально через три рабочих дня у вас будут уже программы, которые вам нужно будет установить. Опять же, повторюсь, вас никто не бросает никогда, у нас и техподдержка работает, и наши консультанты, в общем-то, всегда с вами все на связи. Ну и теперь, я думаю, что мы можем с вами переходить ко второй части, непосредственно к тому, о чем заявлен этот вебинар. Это международный образовательный конкурс Медиабум. Вот вы видите наших замечательных участников прошлого года. На фотографии по QR-коду вы можете перейти на сайт, но сайт я бы хотела вам показать в заключении, чтобы мы с вами вместе по нему походили. Я бы вам все там показала. Конкурс уже, конкурс в этом году стартовал в третий раз, стартовал он успешно, и за два предыдущего года реализации он рос буквально в геометрической прогрессии, и в два раза все время увеличилось количество участников. И это участники, начиная от школьников первых, одиннадцатых, заканчивая одиннадцатыми классами, студенты первых, вторых курсов колледжа, то есть это вот 18 лет ограничения возрастного, и педагоги. Это вот все два года реализации, вот так проходили. Далее я вам покажу, во что вырос уже проект на этот год. Что касается перспективы того, да, вы видите, что предоставляет конкурс. В конкурсе участвуют команды, творческие команды, в которых количество ограничено тремя человеками, тремя участниками, но, в принципе, можно участвовать одному, то есть команда может состоять из одного участника. Команды создают творческий медиа-контент. Мы, в свою очередь, учреждаем всегда, и в этом году, конечно же, тоже обещаем веселые, интересные, креативные задания. В рамках конкурса он, поскольку длится в течение всего года учебного практически, конечно же, профессиональный рост участников, он очевиден. И туры построены таким образом, конкурсные, от простого к сложному. То есть каждый раз навыки, ну, задание усложняется, конечно же, навыки ребят развиваются, знания, в общем-то, усиливаются, и на практике все это ребятами отрабатывается. И пройдут, можно сказать, путь ребят от составления фотографий, видеоряд до уже применения, до роликов, осознанных роликов с применением теории, съемки и монтажа, которую им мы преподаем. Также участники в рамках конкурса за каждый тур получают сертификаты в каждом туре. То есть нужно команде отправить работу на проверку, и сертификат уже будет у участников. А что касается того, как мы мотивируем ребят в первом туре, понятно, что конкурс длится весь год, и, конечно же, хотелось бы подогревать интерес ребят. Вот в каждом туре мы определяем победителей и призеров туров, и они уже получают диплом туров. И еще дополнительную мотивацию, которую мы придумали, это сертификаты и дипломы у нас складываются в паззлах в течение всего конкурса. То есть такой стимул собрать все сертификаты за весь конкурс. Что касается интересного для непосредственно образовательных организаций, то в 2020-2021 году «Медиабум» вошел в перечень рекомендованных мероприятий Министерством просвещения Российской Федерации. В этом году мы тоже, конечно же, подали заявку. Вот ждем приказ и думаем, что раз мы там уже оказались, то, конечно же, мы там и останемся. И, соответственно, по итогу прошлого года, 2020-2021, всех победителей и призеров мы внесли в реестр талантливых детей России. «Сириус» вознаграждает тем, что он приглашает каким-то случайным, видимо, образом по направлениям, в зависимости от того, какие проходят сессии в «Сириусе», он приглашает талантливых ребят из этого самого реестра. А что касается отдельного, это на федеральном уровне, а что касается регионального, то московским школам участие в конкурсе тоже, безусловно, интересно. А теперь еще сильнее, потому что партнером «Медиабума» стал проект «Медиакласс Московской школы». Это проект Департамента образования и науки Москвы. И теперь ребятам, участникам, вернее, школьникам образовательных организаций, которые являются участниками проекта «Медиакласс Московской школы», рекомендовано участвовать в «Медиабуме». И, конечно же, в связи с этим у нас очень большой бум от участников из московских школ, очень-очень много регистраций в этом году. Так, ну что, давайте дальше. Ну, про цифры этого года я вам еще не рассказала, о них впереди. А сейчас на слайде вы видите наши достижения за прошедшие два года. У нас было более трех тысяч участников. Повторюсь, что если в первый год это было около тысячи участников, то во второй год в два раза эта цифра увеличилась. География была обширна. У нас «Медиабум» приобрел статус международного на втором году реализации, когда стали присоединяться участники из Республики Казахстана и Республики Беларусь. И вот вы видите цифру 2000 плюс публикаций. В рамках конкурса ребята, выполняя задания по итогу в каждом туре, должны делать публикации. Они делятся своими впечатлениями о том, как им далась та или иная работа. И, соответственно, эти работы, эти посты, они выкладывают с хэштегами конкурса. И если вам интересно, то вы можете набрать хэштег «Медиабум» или хэштег «Мовави еду» еще. Ну, лучше «Медиабум», конечно, и найти в сети публикации ребят. Они очень интересно рассказывают сами, непосредственные участники, о том, что для них тот или иной тур дал, какие знания, какой опыт принес и так далее. Это очень-очень интересно. Что касается развития в этом году, то мы расширили целевую аудиторию. И в этом году к нам присоединились дошкольники и родители. Да, вот родители прямо так. У нас чувствуется, что им интересно, и интерес вырос. У нас массовое такое информирование прошло, и действительно родителям интересно, родителям, дошкольников, начальных, школьников начальной школы. Они как-то вот воодушевлены и, в общем-то, в наших чатах состоят и пишут, и хотят участвовать, и, в общем-то, готовы к работе. Также мы заявили в этом году новую номинацию для, ну, я так выразилась, для продвинутых участников. Это для победителей и призеров прошлых лет. А также, ну, мы заявили, да, в положении только победителей и призеров прошлых лет на Медиабума, но на самом деле очень много запросов стало приходить от ребят, которым интересно медиатворчество, да, они уже чего-то добились, они участвовали в других конкурсах, какой-то бэкграунд у них есть. И, конечно же, ну, мы просим их присылать работы, и работы присылают замечательно, и, конечно же, мы открываем, хотя квота у нас там выделена 150 мест на эту номинацию, но мы, в общем-то, ждем всех, и, ну, талантливых ребят, конечно же, которые уже освоили там навыки съемки монтажа, им хотелось бы дальше расти, вот как раз-таки мы для них такую возможность предоставляем. В этой номинации у нас будет несколько туров, посвященных блогингу, рекламе и кино. Что касается новых направлений, у нас Медиабум уже вырастает немного за рамки конкурса и превращается в проект, в котором помимо конкурсных направлений и номинаций есть, повторюсь, неконкурсные направления. Мы в ноябре планируем запустить фестиваль для детей с ограниченными возможностями по здоровью, и уже есть, в общем-то, запросы от образовательных организаций, которые хотят стать опорными площадками фестиваля, и очень надеемся, что все у нас получится, мы, в общем-то, все для этого делаем, и очень хотелось бы замечательное такое событие тоже, чтобы в рамках проекта было дать ему старт. Также у нас уже стартовали региональные мероприятия, недавно совсем, буквально в 20-х числах сентября, первое мероприятие, также, можно сказать, в рамках Медиабума, но вне конкурса, было организовано мероприятие в Зеленодольске на площадке молодежного центра «Порт», был организован мастер-класс, в рамках которого ребята в первой части прошли обучение о работе в программах, а во второй части выполнили практическое задание, которым было для них создание фотокомикса. Очень интересные работы, аудитория была тоже разная, то есть были и школьники, и студенты, и даже родители, команда родителей участвовала, мероприятие длилось 3 часа, очень понравилось, и сейчас вот подобные форматы, сами образовательные организации выходят с таким, ну, с просьбой о том, чтобы мы помогли в организации вот таких подобных мастер-классов, хакатонов и семинаров и так далее. В общем-то, мы всегда открыты, и такие мероприятия в течение года планируются, и, повторюсь, уже дан старт, и они будут проводиться. Мы расширили партнерство, к нам присоединились вузы, технологические партнеры, но дальше я расскажу о партнерах, и я их покажу вам всех. Вот, что касается реализации самой, то все номинации конкурса проходят по единой структуре, и поделены на конкурсные туры. В зависимости от номинации туров 3 или 6, в номинации для дошкольников и для продвинутых пользователей, для победителей и призеров прошлых лет, номинация называется «Медиапрофи», для них туры длятся 2 месяца, их всего 3, ну, потому что маленьким детям нужно больше времени, и чтобы это не было для них стрессом, да, чтобы воспитатели могли правильно, и родители организовать работу в командах, соответственно, тур длится 2 месяца. А для продвинутых ребят для номинации «Медиапрофи» 2 месяца, потому что у них более углубленные знания, им тоже нужно по итогу создать продукт, какой-то конечный уже, ну, и более сложный, в отличие от основных конкурсных номинаций. Что касается остальных трех номинаций, это номинация для 1-5 класса, номинация «Медиа-джуниор», номинация для 6-11 классов, называется «Медиамейкер», и номинация для педагогов, воспитателей и их родителей, мы тоже, в принципе, рады будем видеть в этой номинации, номинация называется «Медиа-лидер», и вот эти три номинации, они длятся 6 туров. Как вы видите на слайде, это календарь туров. Вот сейчас в первом туре уже открыто обучение, буквально сегодня будет опубликовано задание, и команды приступят уже к выполнению непосредственно работы. 20 октября у них уже все, додуай, нам нужно сдать ее на проверку. В этом году мы заявили двухэтапную оценку работ. И буквально у нас тоже на днях должен запуститься новый сайт проекта с личными кабинетами участников. И личные кабинеты не только будут вмещать все образовательные, образовательную составляющую, да, будет публиковаться образовательный контент в них, будут генериться сертификаты, дипломы, выставляться баллы, туда будут загружать ребята свои работы, но также личный кабинет создан с целью, возможно, поскольку конкурс вырос, стал очень масштабным, конечно, количество экспертов, оно очень и очень ограничено. Поэтому нами придумана такая система двухэтапной оценки. Первый этап, когда участники проверяют по таким формальным, да, абсолютно признакам, объективным критериям работы своих коллег по номинации, не будем называть их конкурентами, а именно коллег, и они проводят предварительную оценку, и если работа соответствует выполненным этим условиям, да, ну, например, назову такое, нужно, мы уже начиная с первого тура, и вообще мы приучаем детей к горизонтальному видео, да, ну, в основном, если мы говорим про TikTok, Instagram, вот, и, соответственно, всем под силом понять, вертикальное это видео или горизонтальное. Если видео не соответствует по этому критерию, то, соответственно, ставится минус. Потому что нужно было ориентироваться на другой экран. Вот по таким критериям будет осуществлена предварительная оценка, и далее, если работа прошла, это первый этап оценки, то она попадает уже на оценку экспертом. Эксперты также в своих личных кабинетах оценивают работы конкурсантов, и уже выставляются баллы, и, соответственно, генерация сертификата определяются победители и призеры первых туров, конкурсных туров. Да, сейчас я говорю про первый тур. Ну что ж, мы дошли до того, какие цифры у нас на сегодня. Это только третий год реализации конкурса. Регистрация на конкурсы стартовала 10 сентября. И вот, в принципе, сколько, 25 дней она длилась, и на данный момент у нас уже более трех тысяч участников. В этом году мы расширили географию не только по России, но и мировую, и к участникам из стран Белоруссии и Казахстана у нас присоединились участники из Таджикистана, Украины, участники из Лаоса, Камбоджи даже. В общем-то, у нас география очень и очень расширилась. Что касается непосредственно России, то у нас участники от Калининграда до, не знаю, до Камчатки, и от Краснодарского края, и туда наверх, на север. В общем-то, география широкая. Сейчас я вам продемонстрирую. Вы знаете, я бы хотела, наверное, на этом этапе вам показать видео, если вы не против прошлого года. Так, сейчас, секундочку. Так, я надеюсь, что сейчас все заработает. Это видео создано самими участниками медиа-студии на базе школы 13-29. И вот, в общем-то, получаете удовольствие от просмотра. Это медиабум глазами самих участников. И репортаж ввелся с площадки награждения. Внимание на экран. Рядом со мной гиганты медиабума. Будем вернуть им сегодня награждать победителей. Ммм, я не знаю, могу ли я спойлерить, могу ли я спойлерить. От шести и старше. Участие в конкурсе медиа-бум принимают школьники с первого по один из своих классов. А также, после медиа-педагогов, на церемонии награждения в качестве пене-экономы, самых-самых блинщих участников встретили леди-бамы в учреждении каждого года. И все-таки разные задания, и они помогали мне. И специально монтировали разные видеоролики. Всего было семь заданий. Те, кто успешно с ним справился, пусть и в финал. Но самое главное, мы многому научились. Я и монтировала, и снималась, и сценарии придумывала. Ну, в общем, я всего много делала. С первого тура по седьмой тур, по восьмой, вернее, было много всяких роликов. Давай Джеймса Бонда, до приветствия, полет в космос. Я была корреспондентом, я была сценаристом, я создавала звуки. Я вообще всячески за то, чтобы ребята пробовали себя в медиа. Не обязательно они должны выбирать это профессии. Не обязательно они будут там блогерами и даже там тиктокерами. Не важно вообще. Но в жизни им это обязательно пригодится. Потому что, во-первых, как только они учатся что-то монтировать, так как только они понимают, узнают какие-то правила, как должно быть устроено видео, они автоматически сразу же разучиваются смотреть плохое. Они учатся смотреть только хорошее, потому что они знают, как должно быть сделано. Конкуренция в этом сезоне была нешуточная. Участие в медиамарафоне приняли почти две польчешкольники из семидесяти регионов России, а также в Санкт-Петербурге и Белоруссии. Я знаю, что ребята очень много работали. Каждый месяц было новое задание. И это приходилось быть всегда в таком тонусе. Церемонию награждения открыл Артур Шарифов. Видеоблогер, создатель Налан Научпоинт. Так получилось, что я с самого детства снимаю себя. И когда выглядело, что Ютуб появился, я сразу понял, что теперь еще есть куда себя выкладывать. Классно, а именно начать просто заниматься Ютубом? Наверное, сам факт появления Ютуба, как будто он был сложным для меня в тот момент. Итоги подводили в пяти номинациях. Имена подозвали и назвали только инференовое награждение. Мы рады, что в их числе оказался и корреспондент телеидеи Полина. Иногда было монтировать сложно, иногда было снимать сложно, иногда было сложно, иногда было вообще все сложно. В этом году впервые провели турнир среди медиа педагогов. Следующая в сезоне объединяет рыбной, который из сюрприза. Ну, у нас там будет много чего бомбического. Во-первых, конкурс перестает быть прошлым конкурсом, он перестает в проект Медиабон, потому что к нему будут присоединяться и студенты, которые будут, соответственно, работать в другом формате, потому что у них семестры, у них будут хакатоны и много всего разного. У нас тут встречаются ребята из дошколки, потому что дошколяки тоже работают с нами в детские сады, и очень много пилят контента вместе со своими воспитателями. Кстати, для самих неутолевших людей, компания «Мывави» придумала летний конкурс. Снимайте видео о том, как вы проводите коллективы и различайте ролики в соцсетях. Победитель получит подарки. А самые яркие работы будут публикованы на YouTube-канале «Мывави образование». Ну что ж, вы увидели ролик, который был снят 25 мая на церемонии награждения, и, как сейчас я вам рассказала, мы абсолютно не обманули, и все, что мы заявили в мае, нам удалось реализовать на сегодня, расширить аудиторию, пригласить дошкольников, вырасти из состояния конкурса уже в статус проекта. И замечательные наши ребята, конечно, главные герои, которых вы видели. Мы видели отрывки конкурсных работ, и, безусловно, они молодцы. Им удается удивительно. Если вы хотите познакомиться с работами конкурсантов, то переходите на нашу страничку. В ВКонтакте, там многие работы опубликованы. Так, давайте про географию я рассказала. Вы видите, что мы прямо захватываем мир буквально. Наверное, перейдем уже дальше на другие континенты. И, конечно же, без поддержки партнеров, без того, как они откликаются, и сколько их теперь много у нас, и содержательных, очень классных партнеров. Без этого мы так ярко бы, наверное, не стартовали в этом году. К нам присоединились ведущие анимационные студии. Вот видите студию кино, анимационного кино «Мельница». Наверное, знакомый вам мультфильм «Отри богатыря», «Онтик», «Варбоскины». Это вот все они. Студия «Визард», такие мультфильмы, как «Снежная королева», «Волки и овцы». Группа компании «Рики». Это замечательные наши смешарики и фиксики. И все эти студии, они помогут и экспертно, и будут участвовать в заданиях и в учреждениях заданий, в оценке непосредственно работ, проведут виртуальные экскурсии для ребят. И уже на открытии, на установочном вебинаре смогли приветствовать участников. Также, как я и говорила ранее, к нам присоединились вузы. Их тоже, количество их выросло. С нами Всероссийский государственный институт кинематографии «Герасимов ГИК». С нами Институт кино и телевидения. Это ГИТР. Московский педагогический университет. Московский городской университет. Национальный исследовательский университет «МИСИС». Вот как раз-таки вы видели на церемонии награждения. Артур Шарифов к нам приходил. И мы именно тогда решили, что научпоп-направление, оно очень интересно участникам. И небольшой вот спойлер. У нас как раз-таки в «Медиапрофи» номинация будут выполнять первый тур, посвященный блоггингу. И одно из направлений как раз-таки будет научно-популярное направление. В рамках партнерства с ВУЗами оно не ограничено только работой по конкурсу. Что касается конкурса, то ВУЗы помогают экспертно. Преподаватели, студенты, магистранты ВУЗов выступают экспертами. Он помогает с оценкой работ. Предварительно мы проводим их обучение. Конечно же, и подготовку. А что касается уже за рамками партнерства по конкурсу, то, например, с Московским городским университетом, с МГПУ, прямо сейчас мы разрабатываем совместно курсы повышения квалификации для педагогов. Тоже такая же работа проводится и с МПГУ. И, в общем-то, мы открыты. Мы обучаем преподавательский состав ВУЗов, студентов. И такая коллаборация рождается очень полезная для всех. С нами технологические партнеры. Тоже вы их видите. Это компания Digis, это группа компаний. Компания Picasso 3D, компания E2E4. Это производители и поставщики оборудования, которые помимо экспертной поддержки обучения оказывают поддержку. Они, в общем-то, учреждают призы, специальные призы для победителей и призеров конкурса. Отдельно хотела бы сказать про Союз Дошкольники России. Поскольку у нас Дошкольники с нами, и Союз Дошкольники России наш партнер, то, конечно же, число заявок очень великое. И это такое сообщество, которое очень-очень живое. И весьма и весьма активно уже влились в конкурсы, начинают работу. У них уже по номинации Media Kids проходит обучение. Оно стартовало и проходит в формате вебинаров. Ребятам нужно будет, командам, создать видеокниги. В общем-то, работа уже закипела. Ну что ж, также с нами Мальшкова.ру, федеральное издание «Классный журнал». В общем, всех-всех партнеров вы видите на слайде. И мы, конечно же, очень гордимся такой дружбой, можно сказать. Также в конкурсе наши, конечно же, основные помощники и реализаторы многого, многих направлений – это опорные площадки. В этом году работа с опорными площадками построена следующим образом. Кураторы опорных площадок отвечают, можно сказать, за информирование в своем регионе коллег, другие образовательные организации о старте конкурса, о каких-то мероприятиях в рамках конкурса, о турах и так далее и тому подобное. И публикуют посты в соцсетях, то есть пиар-проекта. Тоже нам помогают осуществлять, делают публикации по итогам мероприятий и осуществляют тоже экспертную поддержку. Всех кураторов опорных площадок мы обучаем, и они получают четкие инструкции по тому, как нужно оценивать проекты. Присоединиться может и стать опорной площадкой может любая образовательная организация. Открыта регистрация, подача заявки открыта на самом сайте. Нужно определить одного-двух кураторов, ну лучше, конечно, двух, чтобы была взаимозаменяемость, и подать заявку. В принципе, очень простой процесс, и ваша образовательная организация появится здесь на карте. Площадка получит сертификат опорной площадки, и кураторы будут получать сертификаты экспертов ежемесячно. То есть будем рады, конечно же, если вы проявите интересы к этому тоже. Ну что ж, сезон 21-22 у нас открыт, конкурс, мы вас ждем всех, мы ждем вас как участников, как кураторов опорных площадок. Наверное, как итог, хотелось бы добавить, что проект Movavi образования, он абсолютно открытый проект, и очень живой, и откликающийся на, мне кажется, любые запросы, которые мы только можем реализовать. Если в вашей образовательной организации вы решите подготовить весь педагогический состав, обучить, в общем, их работе с медиаинструментами, то мы очень вас в этом поддержим и готовы это реализовать, ну, либо в онлайн-формате, если мы наберем несколько площадок, то готовы провести очное обучение. Конечно же, медиаинструменты, понятно, что все сейчас внедряют в образовательные процессы, это необходимость, необходимо как педагогам, преподавателям, так и самим школьникам во всех проектах всевозможных, требуются вам видеозащиты проектов, и это, безусловно, те инструменты, которыми нужно владеть. Подавайте, пожалуйста, свои заявки, присоединяйтесь к нам, вот наши контакты сейчас вы видите, первый столбик – это проект «Мававиообразование», официальный сайт, почта и группа ВКонтакте, и также контактные данные по проекту «Медиабу». Буду рада вашим письмам, в общем-то, вашим запросам, заявкам, и будем дружить. У нас есть несколько чатов для участников конкурса, для участников, кстати, не сказала проекте «Учитель Мавави», который тоже организован в рамках проекта «Мававиообразование», куда могут обращаться педагоги, стать участниками этого проекта, и это целое уже образовательное сообщество, где генерятся, мне кажется, самые лучшие, самые медиатворческие идеи, и рождаются какие-то новые смыслы. Поэтому мы вам очень-очень рады. Если у вас есть вопросы, то, конечно же, я готова сейчас на них ответить. Татьяна, может быть, вы поможете, если были какие-то вопросы? Так, я вижу огонь. Очень хорошая реакция аудитории. Я надеюсь, это в хорошем смысле. Мы вас очень-очень всех ждем в наших проектах. Ждем в проекте «Мававиообразование», подавайте заявку, и мы с радостью оснастим своим программным обеспечением школу, сад, детский сад, библиотеку, университеты, в общем-то, все образовательные российские организации, всем такая возможность предоставляется. Ну что ж, если вопросов нет, тогда я благодарю вас за внимание. Спасибо, что практически этот час были с нами. И, повторюсь, будем очень рады видеть вас на конкурсе «Медиабу» и в проекте «Мававиообразование». Всего вам доброго, хорошего дня, еще раз вас с праздником и отличного вечера всем. Спасибо.